как же правильно вырезать и как я вырезаю грудки и лапки из тушек гусей гусей мы добываем достаточно много поэтому не всегда я щипаю это на любителя кто то кому то нравится щипаная щипаная птица из нее приготовление там шлюма жаркова жаркое и так далее я готовлю как правило уже непосредственно мясные блюда то есть либо это будут котлеты гусины либо это будет колбаски гусины либо это будет пельмешки ну соответственно не используя кости ну или арматуру как в народе говорят поэтому и чаще всего я вырезаю из гуся грудки ну и в полевых условиях как правило охота она настолько бы скажем трудозатратная что не остается сил там ощипать 10-12 гусей дневных а если их оставить на следующий день и удачную утрянка еще добавится 10-12 гусей соответственно 20 птиц очень сложно ощипать и мы чаще всего как бы воспользуемся случаем вырезаем грудки вырезаем лапки на любителя забираем ливер остальное как правило это кости которые кому-то нравится в данном случае мне не нравится поэтому показываю вам как я все же это делаю с немножко мир направлю вверх значит берем оттягиваем слегка перо делаем небольшой прокол находим этот прокол и отделяем шкуру от мяса это делается очень элементарно с камеру чуть выше подниму при этом немного летит пера и таким образом сделая один прокол мы можем спокойно отделить шкуру соответственно от мяса пальцами тот кто разделал зайца кролика должен меня понимать что это делается очень легко при этом стараемся само мясо не как бы уделать пером в некоторых случаях можно сделать вот такие вот подрезы чтобы это было намного качественнее сделаем подрезы лучше всего это делать на столе то есть на весу это делать не очень удобно важно чтобы птица лежала соответственно дальше делаем надрезы на лапках важно чтобы нож был острый тем самым процесс разделки будет проходить гораздо легче и быстрее обрезаем вокруг лапку зарезаем грудку поглубже до основания крыла так как там тоже очень много находится мясо убираем лишний пух переворачиваем птицу и делаем то же самое с другой стороны когда я это делаю скажем конвейерным способом когда много птица приходится разделать я зачищаю одну сторону и тут же вырезаю грудку не переворачивая птицу чтобы делать меньше движений соответственно процесс разделки идет гораздо быстрее зачищаем опять же зачищаем лапку я никого как бы не склоняю к разделке птицы таким образом это делает опять же на любителя как мне и многим моим друзьям не очень нравится вот эти вот кости вот от них идет запах во первых меня сохранится на кости мороженом виде намного меньше чем просто скажем мясо и здесь вот с этой стороны зачищаем как можно глубже до основания вот она уже крыло появилась я уже тычу в кость до кости и и шейку зачищаем все таким образом я зачистил нашего гуси к до дальнейшей как говорится разделки что я делаю дальше дальше я снимаю с него грудку каким образом вот эта килевая кость вот она эта кость вдоль кости делаю надрез до самого основания киля сделал надрез отвел мясо сторону она хорошо здесь отделяется и таким вот движением снимаю как можно аккуратно мясо чтобы больше мясо оставалось ведь мясо меньше мясо оставалось соответственно кости все с этой частью разобрались переходим к основанию шеи здесь нужно иметь небольшую сноровку так как у нас киль имеет это кость как она правильно не знаю лучевая называется она имеет изгиб вот она оголилась я делаю надрез по этой кисти залазю туда немножко внутрь ножом и вырезаю туда тоже мясо далее подрезаю с этой стороны вот она крыло появилась обрезаю сустав крыла связаю еще как можно больше скрыла и отрезаю от кожи соответственно крыла птица у меня немножко соскользнула ну да ладно и вот она кожа крыла все вот она одна половинка гусиной грудки вот этот кусочек мяса таким образом я разделаю основное количество большинство своих трофеев кладем это все в тазик и смотрим что у нас вышло как видите на камеру это киль то есть вот она сторона здесь практически не осталось мясо насколько смог чисто я вырезал там у нас внутренности кишечник оттуда мы можем забрать пупки и сердце вот это у нас уже идет плечевая кость соответственно здесь минимум мяса вот это вот мышцу я не беру она очень жесткая соответственно если ее варить шулюм из нее то можно варить на кости но как я вам говорил мне не очень это все дело нравится переворачиваем птицу как я вам говорил до этого при разделке партии скажем гусей я не переворачиваю птицу вы сразу вырезаю лапку но так как я снимаю это видео видео обзора показываем как правильно вырезать я переверну птицу для более понятного и наглядного примера то есть делаю надрез по килю аккуратненько стараясь меньше мясо оставить на костях сделал отвел вот у нас хорошо очень отделяется птица добыта буквально три часа назад делаю надрезы по кости стараясь как можно меньше оставить мясо непосредственно на костях раз все грудка отделилась продолжаю дальше работу раз отделилась все мясо нет ребра начались кисть закончится пошли ребра дальше отделяю отделяю и дохожу до самого сложного места где чаще всего у людей остается больше всего мясо соответственно делаю надрез по косточки выхожу на киль вот она косточка срезаю с нее залази туда внутрь там подрезаю стараясь оставить меньше мяса на косточках и дошел до локтевого сустава подрезаю здесь все подрезал все элементарно подрезаю здесь тут и немножко тут ну при этом стараешься чтобы меньше пуха липла на мясо все видели все очень чисто и довольно компактно на спине ребята кто стреляет птицу тот знает что на спине мясо там нету там шкура и вообще очень тоненький слой мяса и него даже когда сваришь его невозможно оттуда съесть поэтому основной мясо это грудь и лапки все хвост это жир кому нравится гусиный жир варите пожалуйста жарьте вот она грудка еще одна половинка считается вот это вот прослойка она самая такая нежная если готовить жаркое то это самый цимус вот она еще одна половинка груди вырезана теперь переходим к лапкам как я сделал до этого лапки я зачистил до самого основания теперь я немножко еще подрежу вот с этих сторон чтобы не было проще и вытащить подрежу именно шкурку отделю теперь что я делаю просовываю сюда пальцы и делаю залом то есть я делаю такой залом окламываю суставе лапку и вырезаю ее просто по периметру ну где она держится к шкурке крепится к коже здесь выкраивать уже нет ничего грубо говоря если она вот тянется то можно вытянуть вот видите она тянется в этом случае можно обрезать по суставу на этом на этой лапке вам покажу как обрезается по кости то есть я беру на угол стола или на том месте где я разделываю вот так вот зажимаю делаю надлом и просто отрезаю и получается у меня вот такая вот лапка ну сукровицу вот это вот мы уберем когда будем их промывать вот еще один кусочек мяса далее переворачиваем гуся еще раз и зачищаем эту лапку очень важно иметь хороший острый нож это облегчит вам работу соответственно что делаем дальше как я вам говорил задираем лапку надломали все вот она косточка появилась делаем небольшой надрез то косточка полностью вышла все дальше отделяем лапку наше мясо от шкуры все отделилась и здесь вот делаем тоже надрез все лапка чисто практически не осталось мяса здесь совсем немножко вот такая лапка вот можно в таком виде отделять по суставу как я вам говорил если рука набита то не надо ничего ломать все очень хорошо отрезается ножом по суставу все лапка на выброс идет и вот остается такое мясо на кости скажем перышки стараемся сразу убирать прежде чем морозить вот сами видите что у нас осталось от нашей тушки от нашей тушки осталось шкура с перьями киль крылья и внутренности то есть таким образом мы разделываем большее количество нашей птицы вот юра пришел да юр скажи ведь так проще всего раз сделать птицу самое главное качество мясо отделяется полностью но если но самое лучшее мясо уходит в дело остальное можно пустить по своему усмотрению да то есть либо сварить шулен либо просто выбросить на подкормку зверям потому что здесь как как правило брать но только кости как я вам уже ранее говорил кости мне не нравится соответственно мы забираем только мякоть мясо вот я вам ребята рассказал как правильно разделать гуся сейчас я не буду лезть во внутренности потому что мне нужно готовить гусиный фарш для наших котлеток а внутрянку возможно что мы сделаем из нее шулен но это будет совсем другая история дальше просто заворачивается тушка заворачиваются крылышки головка подворачивается и таким образом можно оставить птицу где-то в угодьях там не знаю енота придут все съедят перышки птички растащат на гнезда ну я опять же не как говорится дни не то что вас не склоняю к этому вы можете сами сделать выбор можете осуждать нас можете не осуждать но как я вам сказал на вкус и цвет товарищ нет кости нам не нравится поэтому мы забираем только чистое мясо и птицы свежего гуся только что добытого ну что ж продолжим приготовление наших котлеток а вам я желаю удачи на охоте и вы можете тоже с таким же способом разделать абсолютно любую птицу начиная с не знаю не буду говорить потому что есть некоторые птицы которые очень вкусно на кости тот же самый вальшнап куропатка перепел но в данном случае гусь не не нравится поэтому ребята выбирать вам до скорых встреч всем пока